Сегодня мы поговорим с владельцем компании Меграри МД Виктором Макинчуком, который нам расскажет все преимущества оформления ВНЖ Молдовы, вообще как его можно сделать быстро, достаточно и онлайн. Привет, Виктор! Добрый вечер, Борис! Рад тебя видеть! Скажи нам, пожалуйста, какие основания есть для получения вида на жительство Молдовы? У нас есть несколько оснований для получения ВНЖ Молдовы, и самых таких топовых, которые чаще к нам обращаются, клиенты. Это получение ВНЖ по браку, это получение ВНЖ по бизнесу, это получение ВНЖ по трудоустройству, а также ВНЖ получение на основе родственников, которые делились на территории Республики Молдова. То есть это самые топовые такие запросы, которые к нам идут на сегодняшний момент на получение ВНЖ. Ну а какие вот сроки оформления через вашу компанию? У нас разные сроки. Так как мы работаем удаленно, у нас всегда есть разные кейсы по разным срокам, начиная, грубо говоря, от минимальных, самых минимальных сроков, если клиенту это очень сильно нужно, очень быстро, заканчивая длительными сроками, если ему нужно как-то продлить, то есть что ему не нужно через месяц, а он хочет по физической возможности, может прилететь, грубо говоря, через 3 месяца в Молдову, тогда наши юристы как бы оформляют в таком процессе, что этот кейс под него будет, да, то есть через 3 месяца он может прилететь и получить уже готовый пластик. Ну вообще, что дает вид на жительство Молдовы? Вот зачем, как я знаю, очень много людей его делают, даже у вас в компании прям очереди видел? Процесс очень простой, то есть вид на жительство в Молдове, во-первых, делают люди, мы называем люди-инвесторы, да, которые видят перспективу, видят будущее в этом документе, потому что это и есть документ с будущим, и это и есть документ с перспективой. То есть на сегодняшний момент вид на жительство Молдовы выдает возможность находиться на территории Республики Молдова, возможность открыть счета, возможность открыть бизнес, возможность открыть визу в любую европейскую страну, возможность открыть счет в любой стране, А также возможность, как бы, в других банках, если есть какие-то проблемы с счетами, можно предоставить наш вид на жительство и подтверждает наличие какого-то ВНЖ, что автоматически на основе других паспортов не блокирует счета. Ну, условно говоря, тот же интерактив брокерс, какой-то брокерский счет. Да, 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 да. И почему я говорю, что это проект инвесторов? Потому что, если мы берем сравнение, да, то есть с чем можно сравнить сейчас вид на жительство в Молдове, что выбирают чаще клиенты, между чем думают клиенты наши. Это получается Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Грузия, Армения, то есть вот такая категория стран, которые фактически, та же самая процедура едва ли не как у нас, только у нас есть еще более упрощенная процедура получения. То есть, допустим, в нашей стране, если сделать вид на жительство и по определенному времени его продлевать, по итогу они получают молдавское гражданство. Что такое молдавское гражданство? Это молдавский паспорт. Что это молдавский паспорт? Это 124 стран Евросоюза и Шенгензона без виз. Если сравнивать с другими странами, то есть там такой перспективы нет, потому что на сегодняшний момент Молдова самая приближенная такая к этому процессу, потому что мы уже являемся кандидатами на вступление в ЕС. Поэтому наш вид на жительство, он на несколько шагов впереди остальных видов на жительство. То есть, как я понял твой ответ, продавая вид на жительство, можно получить молдавский паспорт, молдавское гражданство, которое дает 124 без визы из страны. Да, да, да. И при этом процесс у нас очень-очень продуман. Наши юристы продумали весь процесс так удобно для клиента, что фактически каждый раз, когда нам клиент нужен, он нам нужен только на один день. И больше он находится по своим делам там, где ему нужно. У Молдовы есть двойное гражданство. Как я знаю, в Армении, например, в Казахстане его просто и нет. Да, у нас это не то, что второе гражданство. У нас это позволено, при этом его не надо декларировать, как в других странах. Либо тебе не надо отказываться от российского, либо другого гражданства, которое у тебя есть. То есть при наличии уже гражданства, так как уже гражданин имеет какое-то гражданство, он просто получает наше гражданство и все. И он пользуется с удовольствием обеими паспортами, либо тремя паспортами, кто как может по всему Евросоюзу, по всему миру. Потому что там тоже есть своя система, как этими паспортами пользоваться. В какой стране заезжать на своем паспорте, в какой стране заезжать на молдавском паспорте. А это тоже наши специалисты все объясняют. Смотрите, вот все те моменты, о которых мы говорим в видео, более подробно разобраны в нашем телеграм-канале, либо можете обращаться к специалистам из компании Виктора, ссылочка будет под этим видео, так что обязательно подписывайтесь, обращайтесь. Какие нужны документы для получения ВНЖ, давайте поподробнее по каждому списку. Из всей процедуры, которую мы оформляем нашим клиентам, мне кажется, не только мне, нашим специалистам, что самое простое это оформление ВНЖ, потому что там получается минимальный пакет документов для оформления. Когда мы говорим минимальный пакет документов, это для нас на уровне простых документов. Это внутренний загран, максимум свидетельства о рождении и справка несудимости. Это и есть основной весь пакет документов, который нужен от клиента. И единственный документ, который клиент не имеет на руках, это его справка о несудимости, в которой делается запрос в МФЦ и в течение одного месяца она готова. И очень важно, справка должна быть непосредственно с мокрой печатью, потому что Молдова имеет свои законопроекты, в которые прописано, что электронные справки о несудимости, они не признаются на территории Республики Молдова. И очень часто клиенты прилетают в Молдову, имея справку из приложения, и, к сожалению, их здесь не принимают на подачу документов. Есть решение, конечно, и на эти вопросы. Наши партнеры в России могут получить и справки удаленно. Но желательно, мы всегда стараемся, чтобы при прилете клиента весь пакет документов был уже на руках правильно. Неужели все так просто и легко, или есть какие-то проблемы подводные камни в получении видножительства? Конечно, есть подводные камни. Конечно, это непростой процесс. Конечно, это нам заняло очень долгое время, чтобы наши юристы нашли идеальную формулу для работы. Потому что сейчас это то время, когда данный документ является топовым документом, и запросов на него очень много. Поэтому сами проверки стали намного жестче. Поэтому мы продумали, мы создали специальный процесс работы так, чтобы вместе с нашей компанией клиент не почувствовал эту разницу. То есть ему показалось, насколько это просто. Поэтому иногда и возникает проблема, вопрос к нам, почему нам нужно к вам обращаться, а не можем сами сделать. Потому что вроде бы самим это очень просто сделать. И тогда есть такие кейсы у нас, когда для себя он оформляет персонально, а после этого жену там, допустим, идет и пробует сам. И возвращается к нам, говорит, ну мы передумали, давайте все-таки через вас оформлять, потому что это не так просто. На самом деле довольно тяжелый процесс. Это очень много работы было проделано для того, чтобы мы смогли это все автоматизировать на таком уровне. Ну вот какая самая частая проблема, которая может возникнуть у людей, чтобы рассказать ему, избежать там ошибок, а не избежали? Ну одна из самых таких частых, вроде бы кажется простой, это въезд в страну. Потому что сейчас у нас уже сточили пограничный контроль. Поэтому мы специально сделали так, чтобы наши юристы поехали и встречали клиента в аэропорту. То есть при готовом пакете документов, при получении сертификата, они уже встречают клиента. Вот зона привета в аэропорту Кишинево и вот здесь сотрудники компании вас не играли, будут встречать. Как этот кейс возник, это очень интересный случай у нас был. Прилетели к нам три клиента на оформление, хотели изначально подойти в офис, чтобы это все подписать. Их подержали на таможне почти 4,5 часа, после чего вернули обратно. В чем разница? Потому что они вернулись обратно, удаленно заключили с нами договор. Мы сделали все в течение очень короткого времени, мы сделали им все по доверенности. Они прилетели, их опять же подержали 2,5 часа, но наши юристы встретили и их отпустили. То есть эти 2,5 часа по сравнению с тем, что их тогда вернули обратно, это даже не считается. После этого мы поняли, что есть юридическое основание, чтобы эти люди, если они прошли все проверки, потому что при получении ВНЖ они проходят все проверки, даже Интерпол, даже все наши внутренние органы. Если их одобряют, значит у человека все окей. И там можно, то есть пограничники уже видят этот документ, видят уже легальные основания, им позволяют пройти. И этот кейс мы продумали для чего? Потому что у нас сам процесс работает, грубо говоря, в долгу, если мы так назовем. Что означает в долгу? То есть мы берем клиента от нуля и вводим его до конца, до получения самого результата. Что означает результат? Результат это в некоторых случаях, это продление каждый раз ВНЖ, это сделать ВНЖ семье, это получение паспорта, это подключение к нам на каком-то определенном периоде, который человек уже имеет ВНЖ, чтобы мы его сопровождали на получение гражданства и паспорта. То есть наш кейс длительный, мы это очень хорошо понимаем, это у нас все прописано. Поэтому мы стараемся на каждом этапе быть полезным клиентом, чтобы он был спокоен, что его документы в хороших руках, что его будущее, будущее его детей, касаемо Европы, касаемо всего. То есть у нужных специалистов и там все будет хорошо. Ну все видео я записываю на личном примере. Вот как раз я вылетаю в Молдову уже второй раз, и на въезде в страну мне просто специалисты компании Виктора прислали готовые решения, решения, наверное, что мне продлили ВНЖ. И при этом документе я прошел границу без всяких проблем. Ну и как раз юрист Виктора встречал тоже с этим документом. Поэтому все видео я записываю на личном опыте. Если вам нужна помощь, обращайтесь в компанию Виктора. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, там будут дополнительные моменты об оформлении ВНЖ, гражданства Молдовы, ну и все другие нюансы. Спасибо большое. Не за что, Борис. Рад всегда помочь. Спасибо.